МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В селе Совета дома текущий ремонт с заменой всякой коммунальной гарнитуры и расходников делается. Другая беда, что свежепочиненные унитаза, краны, вентили просто с учетом специфики эксплуатации в общежитиях слишком часто ломаются и выходят из строя. Поэтому, мол, жильцы могут просто не замечать сделанного или не разбираться в технических тонкостях выполненных работ. Вот отсюда и претензии, что все плохо. Но с позиции актива дома, отслеживающего все работы, представленный отчет вполне достоверен. И в этом претензий к МПСО у них нет. Конечно, мы заинтересованы, чтобы это не проскочило. Мы проверяем, а не показывают то, что отремонтировано. У нас идет сверка акта приемной работы обслуживающей компании. То есть заведующий нам предоставляет документы, акт составленный. И мы знакомимся с этим объемом работы. То есть все проведенные работы и все предоставляемые документы, которые якобы характеризуют эти работы, проверяются советом дома. Да, и же кварталь, мы их подписываем. А вот железной дверью на входе, якобы установленной в общаге еще в 2013 году, да, вышел казус из-за невнимательности чиновников департамента имущества. Им на их запрос МПСО ответило, что дверь была отремонтирована. А вот они уже переслали гражданке Ерекайкиной ответ с формулировкой, что дверь была установлена. Вот отсюда все и пошло-поехало. Граждане ориентируются на те документы, что есть на руках. А там указано, что дверь именно установлена. Ну а между отремонтировали и установили, согласитесь, разница огромная. Так получается, что вот нажили геморрой себе на ровном месте. Ну а новая дверь сейчас сделается, будет установлена за счет средств, собранных на содержание дома. Ну в общем, обе стороны высказались по всему комплексу. Ну а уж кто и насколько прав, действительно, наверное, может установить только проверка реально проведенных работ. Просто в этой связи вот хотел бы аннулировать некий обвинительный посыл прошлой программы в обосновании подобной проверки. Ну, собственно, если из жильцов кто что не понял по ситуации или там неверно ее оценил, это не должно быть причиной безосновательных обвинений эксплуатирующей организации. Но и проверка лишняя не повредит. Если скрывать нечего, за свою работу люди уверены и готовы по ней, по отчетности, пардон, отчитаться, то и очередная инспекция, это пусть и лишние хлопоты, но с другой стороны подтверждение того, что перед законом ты чистый, за все свое готов ответить. Хорошо, что директор МПСО согласен именно с такой постановкой вопроса. По поводу проверок, мы к ним всегда, в принципе, готовы. Бояться нам нечего. У нас все выполняется согласно норм законодательства. И здесь можем показать, доказать документы. Это лишние нервы, лишние тратурирования. К проверкам мы привыкли уже. 17 проверок с начала года было. И финансовая инспекция, и трудовая инспекция, и прокуратура сейчас. Мы постоянно просто отвлекаемся от своей работы по проверкам. Отписки, вызовы, поездки. Кто-то говорит, это работа. И такая работа. Продолжение следует...